Количество жертв урагана Ирма достигло 60 человек. В пострадавших районах США и Карибских островов работают тысячи спасателей, военных и волонтеров. О том, что сейчас там происходит, подробнее расскажут мои коллеги. Когда пятиметровые волны хлынули на Майами, а скорость ветра достигала 200 км в час, все ожидали худшего. После этого ураган ослабел, но Ирма нанесла сокрушительный удар по юго-востоку США. Некоторые строения полностью стерты с лица земли, а на улицах повсюду лежат разбросанные ветром обломки домов и конструкций. По мере того, как спасатели разбирали завалы, число погибших из-за урагана увеличилось в разы. По последним данным, жертвами стихии стали 60 человек. Только в США погибли 18 человек, еще 43 на островах в Карибском море. Люди радуются лишь тому, что остались целы. Нас благословил Господь. Да, стихия нанесла значительный ущерб, и будет много дорогостоящих ремонтных работ. Но главное, мы живы. 15 миллионов человек остались без электричества во Флориде, еще миллион в соседней Джорджии и 20 тысяч в Южной Каролине. В большинстве районов по-прежнему нет воды и мобильной связи. Особенно сильно пострадали острова архипелага Флорида-Кис. Тем не менее, эвакуированные жители возвращаются домой. Мы не хотим уходить, мы хотим остаться. Да, это то, что осталось. У нас очень мало осталось. Британским Виргинским островам подошел военный корабль Великобритании с гуманитарной помощью. Президент Франции Мануэль Макрон прибыл на остров Сен-Мартен, французскую территорию на Карибах. Здесь Ирма разрушила около 95% зданий. Чтобы поддержать сограждан, Макрон даже провел ночь на раскладушке в казарме и пообещал выделить на восстановление острова 50 миллионов евро. Ситуация критическая. Мы пытаемся помочь с медикаментами, консультациями, доступом к воде, энергетике и коммуникациям. Возвращение жизни в норму – это абсолютный приоритет. Но несмотря на катастрофические прогнозы, большинство жителей Флориды, похоже, избежали худшего. Ирма захватила лишь западное побережье и в конечном итоге превратилась в тропический шторм. Александр Просяник, Наталья Шумакова. Подробности – телеканал Интер.